Всем привет! Вас приветствую! Серж Мартин Гараж. А мы продолжаем. И мы продолжаем ряд наших серий о автомобилях ВАЗ от самого первого, это ВАЗ-2101 и до самых последних ЛАД, Гранд, Вест. Мы уже рассмотрели все ВАЗ-классики. Прошли переднеприводные восьмерки, девятки, девяносто девятки. И сегодня у нас на очереди десятка. Начинаем десятое семейство. И сегодня мы поговорим о плюсах и минусах. С годами, конечно же, АвтоВАЗ, как и любой автопроизводитель, как-то мне рассказывали, что ВАЗ там типа какие-то не такие делают некачественные машины или все такое. Все равно с каждой моделью они прогрессировали и старались делать лучше и лучше, улучшая соответственно, с каждым годом плюсов будет больше. Но, соответственно, и минусы тоже есть. И сегодня поговорим о десятке, о ее плюсах и минусах. И давайте начнем с того, что АвтоВАЗ, опять же, почему говорят про АвтоВАЗ, что там типа какие-то машины не такие. Потому что цель, с которой они производили машины, чтобы машины были доступными. То есть, почему иномарки типа хорошо, комфортно? Потому что они дорогие, туда вложено много затрат на разработку, на саму постройку, то есть машины именно в плане, то есть, каждая опция, каждая дополнительная деталь, это все деньги. То есть, автобас производят машины максимально простые. И для того, что для нас, будем так говорить, для большинства населения, которым главное, чтобы оно ездило и было более-менее надежно, а там уже комфортность, то такое. Так вот, десятка уже такая машина в свое время, то есть, она уже такая была, где-то там смешивалась даже с чем-то с иномарками. После квадратных классик, после переднеприводных зубил, уже круглая машина, наконец-то в автоваза появилась, даже начали думать о аэродинамике, то есть, потому что коэффициент аэродинамики у десятки уже намного лучше был, чем даже у там переднеприводных, там, восьмерок, девяток, девяносто девяток, не говоря уже о классиках. То есть, уже обтекаемые формы, додумали сделать уже нормальные бампера, то есть, у девяток тоже, как бы, нормальные бампера, про непрактичные, но эстетично очень спорный вопрос. А тут уже монолитно, с кузовом, то есть, пластиковые бампера, передние, задние, обтекаемая аэродинамика, то есть, полноценный седан с багажником, то есть, нормально разработаны, не так, как у девяносто девятки с завода была девятка, прибили туда багажник сзади и все, то есть. Но, что же такое десятка? Это все переднеприводные вазы, там, до калин, до приор, это вся та же восьмерка, просто улучшенная. Взяли восьмерку, все ее составляющие, двигатель, ходовую коробку, и просто ее улучшили. И самым основным улучшением стал, это кузов, то есть, который стал, во-первых, более современный, более аэродинамичный, и по этой причине десятки выпускались, там, как и восьмиклапанные, так и шестнадцатиклапанные, были версии даже карбюраторные. Почему, допустим, при одном и том же двигателе, там, восьмиклапанники на девятках, и на восьмиклапанники на десятки, десятки смело разгоняются, там, по сто девяносто, там, за сто восемьдесят восьмиклапанные, а шестнадцатиклапанные смело могут разгоняться по двести. При том, что, девятки и девяносто девятки, что бы мне сейчас там не писали в комментариях, там, да, я стрелку там ложил на стоке. 160, 165, в лучших случаях иногда 170. Все, предел вот это восьмерок, девяток, девяносто девяток. Они тупо упираются в аэродинамику, то есть они тупо упираются в воздух и дальше не хотят разгоняться мощности двигателя. Не хватает и крутящего момента, чтобы их дальше толкать. Поэтому они тупо упираются. Для того, чтобы ехать быстрее, надо дорабатывать двигатель. Ну, мы говорим о заводских показателях, то есть. А десятка за счет аэродинамики, она продолжает, соответственно, разгоняться. Давайте по двигателям, то есть. Были первые версии, там, карбюраторные, восьмиклапанные, там, на них ставились карбюраторы с автоподсосами. Некоторые гордятся этим. Этот карбюратор с автоподсосом можно просто выбросить на металлолом, полная туфта. Лучше вместо него, если у вас карбюраторная десятка, поставить туда обычный Соликс, а еще лучше доработанный Соликс. О доработке и настройке карбюраторов на канале есть много видео. Кому интересно, на главной странице моего канала жмите на все видео, и там найдете ответы на все свои вопросы. Пошли уже машины восьмиклапанные, шестнадцатиклапанные. О, опять же, на канале о восьмиклапанниках и шестнадцатиклапанниках, что лучше, есть отдельные видео. Кому интересно, перейдите, посмотрите. И тот и тот двигатель хороший, скажу кратко. Каждый для своих целей. То есть, если больше для города, там, для, так сказать, то, в принципе, вам, если хотите не заморачиваться и не тратить лишние деньги на обслуживание, лучше на восьмиклапанник ездить. То есть, если там больше по трассе там наваливаете, и хотите побольше денег тратить и сложнее обслуживать, то берите шестнадцатиклапанник. По коробке, коробка та же самая, что и в восьмерке, только там уже шли пары три, не три и девять по заводу, а три и семь. То есть, более длинная пара, для того, чтобы передачи были длиннее. Хотя я считаю, что это лишнее было сделано, потому что передачи и так пятую, если максималку хорошо разгонять, то максималку она лучше показывает на четвертой, чем на пятой, что восьмерке, что десятке. Поэтому там можно пауэру было смело оставлять, этим еще больше разрыв между первой и второй передачей увеличился, но то такое. То есть, коробки шли там уже со щупами, я считаю это, как бы, с одной стороны минусом, даже больше минусом, потому что корпуса уже в этих коробках были слабые, не держат они нормальные нагрузки, ну, как бы, для стока просто ездить нормально. Со щупом, чем мне не нравится, допустим, да, можно проверить там уровень, туда-сюда, там, опять же, заморачиваешься выше, ниже по уровню. Восьмерке обычной коробки залил себе, пока через пробку не полилось, закрутил и забыл. Если у тебя ничего не капает, там, вообще, забываешь, там, на 50 тысяч, грубо говоря, про то, что там в коробке творится, если она раньше не рассыпется, ну, то такое. Осталась проблема в коробке со второй передачей, то есть, это все решаемое, меняете, там, синхронную шестернюю муфту и забываете об этой проблеме. По ходовой уже там начали ставить и 14-е тормоза увеличенные, потому что масса автомобиля возросла. Это поставили не потому, что, типа, там захотели, типа, чтобы она лучше тормозила, нет, потому что изначально тормоза, как мы, я же говорю, это все разрабатывалось для восьмерки и ходовая особо не изменилась по факту, но, а масса автомобиля то выросла и, соответственно, нужно ее как-то останавливать. И для этого и было сделано больше тормоза. По заводу уже ставились 14-е диски, то есть, я считаю, что для вазовских автомобилей 14-е размер диска это самый оптимальный, то есть, вот я езжу на 14-е, и самый оптимальный под это размер резины 185-60, то есть, грубо говоря, 14-е, не 65-е, он играет не ниже, потому что будет жестко. Это оптимально, чтобы по нашим убитым дорогам ездить и относительно будем, грубо говоря, комфортно, и чтобы машина была более-менее устойчивая. У меня все размеры резины в таком размере, что зимняя, что летняя, что всесезонная. по ходовой особо, я же говорю, изменений, вообще, это вся та же самая восьмерка, только чуть-чуть улучшенная. По салону, да, уже изменения пошли, уже более современные, более такая продвинутая панели, приборов и торпеда, и уже сам по себе салон такой уже более был современный, то есть, на те годы очень хорошая машина, особенно, кто ее брал новую, то есть, ездил себе, проблеми не знал. Из минусов, грубо говоря, там мало каких есть по этой машине, грубо говоря, минусы те же самые, что перешли там от вот это, что в коробке минус, я считаю, там вторая передача, но это решаемо, это не сильно большой минус. Про гранаты можете посмотреть видео, если вы правильно будете ездить, и ничего там у вас отваливаться не будет. Единственный, как бы, минус этой машины, вот в отличие, если сравнивать с 8-м и 9-м, это ее масса. То есть, если вы любитель наваливать, то я бы не рекомендовал вам брать 10-ку и даже 12-ку не рекомендовал, потому что они тяжелее. Все, что тяжелее, вам нужно таскать лишний вес. А в 10-ке, помимо этого, еще вес сконцентрирован на заду, то есть, и вы нормально никогда не стартанете, потому что вас постоянно будет морду поднимать, разгружать ось, и вы нормально не стартанете. Так же само по управляемости в поворотах зад всегда будет уносить. То есть, если вы любитель наваливать, то вам лучше брать 8-ку, 9-ку. Если просто ездить, как семейная машина, 10-ка, хороший вариант, а для себя уже выбираете 8-клапанную или 16-клапанную, инжекторную или карбюраторную. Ну, карбюраторные они там были буквально первой версии. А так, в принципе, вобрало в себя все плюсы 8-ки, 9-ки, только это еще все дело улучшилось. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, делитесь данным видео со своими друзьями. Всем спасибо за внимание, всем до свидания. Пока.